здравствуйте друзья у нас тут репортаж можно сказать с улицы там самолет какие-то летатели что там вот у нас татьяна богданова не первый раз у нас стали на канале таня занимается визовыми вопросами и специализируется в американских визах в частности в студенческих вот такое дело то есть как бы тяжелый период вам достался с пандемией . у меня вот такой вопрос значит и пишут зрителю что много дискуссий в интернете советчиков умников там и так далее так далее говорят там езжайте на сейшельских островах внизу получаете американскую езжайте там гондурас что с визами вот я просто конкретно вот человек выиграл там в какую-то там 921 там ну что-то он выиграл и это 22 вот в игру ну куда ему вот как где можно где можно прийти там забить appointment прийти визу получить ну а первым всем здравствуйте сейчас открываются ситуация постепенно улучшается но давайте к сожалению в россии сейчас на туристические визы записаться нельзя невозможно и такая же ситуация в принципе со всеми другими страхами на украине раньше можно было записаться несколько месяцев назад они сделали разделение визы для резидентов и нерезидентов и для нерезидентов мест практически нет записаться невозможно далее у нас идет казахстан в казахстане ситуация чуть-чуть получше они могут давать например одно-два места в месяц раз в месяц для нерезидентов то есть вообще ничего но фактически ничего и даже эти места разбираются такими компаниями которые сделали программы боты которые автоматически проверяют наличие места системе их забирают как бы соревноваться с программой боты но очень сложно да чтобы там зайти в свой личный кабинет профайл и записаться поэтому как бы это тоже практически нереально страны европы существует прокламация с американской стороны даже если можно записаться на интервью то им запрещено вклеивать визы паспорта и например в польше записаться можно но скорее всего эти интервью отменят как бы вот такая ситуация в израиле записаться на туристические визы можно только через год на август следующего года например вот вот такая ситуация на сегодняшний день это означает что туристические визы получить невозможно я только не очень понял значит я могу поехать пройти там интервью если смотрите такая ситуация как бы вы можете записаться это будет не завтра не то что вы его пройдете а визу не получите вот и у них уже например на сайте американском варшаве они официально написали что никого кроме резидентов польши они не принимают хотя хотя на студенческие визы можно записаться прийти на интервью и примут есть такие случаи но это не касается туристических виз поэтому с туристическими визами единственно реальный вариант очень тяжелого исполнения это казахстан если там можно поймать какие-то даты мы надеемся и при том у них тоже на сайте появилась теперь такая функция например виза 2 для посещения америки с целью получения медицинской помощи либо в случае смерти родственника раньше такой категории не было люди запрашивали срочно интервью сейчас они это вывели в отдельную категорию поэтому мы надеемся когда что люди которые имеют родственников и не могут выехать даже всего таких причин теперь смогут записаться а вот я бы хотел уточнить вот допустим у человека есть есть виза там гостевая там биван биту какой но она заканчивается срок подходит концу продлить можно не ходя никуда продлить нельзя в россии сократили американское консульство они сократили своих сотрудников в 10 раз у них был потому что 1200 человек сейчас у них осталось 120 они отменили прием 1 июля они еще принимали платежи на виза российская сторона оставите 455 сотрудников и выдать им визу но ведь сотрудники должны быть только я надеюсь что ситуация улучшится потому что российское консульство в сша стала выдавать визы американцам и как бы это процесс всегда такой совместно до одна сторона делает и вторая сторона делать одна сторона не делает а раньше не выдавали только недавно начали поэтому я надеюсь что что-то будет хорошо давайте вот там может быть все-таки вернемся к такому к остренькому даже остренькая это не туризм а все-таки иммиграция потому что он в конце концов через год съездит или через два визы по смысле это все касается его у него же нет фертильность этой визы а вот когда им там по решению суда да там сколько-то там несколько тысяч человек они из 9 2020 им сказали что они могут но они как-то должны с интервью даже еще где-то пройти какие-то действия больше других вариантов как бы нет никто здесь не поможет в россии невозможно запросов какие-то другие страны что там здравствуйте выигравший лотерею можно ли мне там пройти интервью и что для этого надо сделать но если есть такие случаи известные такие случаи лично я не знаю понял то есть получается как бы обнадеживающего ничего нет кроме того что нет хуже уже некуда и может быть будет принципе да честно зато но студенческие визы если кто-то хочет поехать учиться у них ситуация получше поэтому вот можно будет записаться в казахстане скорее всего и сейчас они стали давать чуть-чуть побольше мест 1 1 2 периодичностью почаще чем туристический визу или вот как я говорила изначально что можно записаться в польше на студенческую визу на интервью пройти например там но мы тогда говорим о серьезной учебе не о языковых курсах да если кто-то учится в университете то есть языковыми курсами не прокатит ну хорошо если отвлечься от сложностей американской визы скажем поехать там я знаю как туристу в великобританию проще визу получить или такой же бардак ну бардак такой же как я уже сказала многие страны не принимают не резидентов как бы люди пробуют кто-то там в таиланде если как бы там нет каких-то ограничений потому что то они принимают только резидентов можно попытаться записаться пройдет ли это интервью положительно или нет ну скорее всего не очень это чужая страна и консулы той страны мало что известно о реалиях жизни в россии если если совсем как говорится приспичило через мексику не резидентом по моему нельзя но вот таиланд раньше было можно и другие страны индонезии изменили они что-то сейчас информация прям по всем странам нет но в том же лондоне можно записать можно да то есть то есть возвращаясь к тому вопросу который меня побудил значит вам обратиться когда мы читаем где-то на форумах в соцсетях какие-то люди что-то говорят что надо туда поехать здесь бежать там где-то вот и так далее то есть это как бы все не не актуально получается не работает разговаривала своим знакомым и он не в москве мы предложили там какую-то якобы на лечение и интервью назначат и все 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 это нереально они берут деньги но понятно что это мошенники поэтому как бы аккуратно надо всеми этими вещами не ни 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 лучше тогда найти какую-то компанию возможно которую оказывают услуги по записи через вот этих вот ботов компьютерных программ и пытаться назначить интервью например что в том же казахстане на украине с точки зрения вот там скажем воссоединение семей вот допустим бабушку и бабу родители к детям или детей к родителям или жена к мужу это эта часть работает сейчас в процессе продолжает постепенно оформлять такого рода визы вызывать на интервью например там к 1 виза виза невест это все постепенно но это же но это же часть процесса больше это в сша правильно как бы документы подаются и только потом уже интервью но уже нет такого да сейчас как они говорили так что вот там вашей стране не поймешь чего там с вирусом поэтому мы не хотим проводить живые интервью поэтому никаких интервью не проводим такого сейчас нет но консульта сейчас официально закрыта из-за корня из-за корня или не из-за из-за того что недостаточно просто было время когда это происходило ссылались на ковид что они не проводят интервью нет нет сейчас через почту россии мне кажется что то будет и для продления наверно виз туристических без собеседования возможно выработают они систему просто на это надо время поэтому они ищут какие-то может быть другие страны как вот казахстан чтобы отдать им часть интервью или там еще какие-то возможно что-то будет и в москве я думаю иммиграционных виз это однозначно будет касаться но мне кажется не раньше следующего года будут какие-то более новости танюша на вопрос мы товарищу ответили да что пусть не смотрит там в соцсетях всякий мусор а скажите что от себя вот 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 чем вы сейчас например занимаетесь и что можно и что не вот что сейчас вообще можно в принципе что-нибудь можно же в плане как приехать в америку ну например да ну приезжайте у кого есть визы либо приезжают те кто едет учиться такие варианты если человек хочет учиться не не на языковой школе ну что-нибудь там я видел ребят которые к вам приезжали они могут сказать а ему к вам постучаться искать так вот я хочу вы можете мне помочь с визой или или что вы ну да конечно во первых университеты сейчас открываются многие же университеты не работали потому что из-за вируса они не могли просто всех студентов разместить очно открывается вот университет в лос-анджелесе буквально на днях прислали что они начинают работать с иностранными студентами выдают ай-20 у них есть магистратура и бизнеса и айти поэтому да сейчас можно в принципе подавать документы на следующий год например на весенний семестр поступать и в дальнейшем получать визу наружу если человек живет там не знаю где у него есть деньги английский там все у него есть чтобы учиться в американском университете он просто движется в университет там присылает или он идет вот скажем к вам и говорит ко мне прийти работаем с некоторыми университета чем вы можете им помочь ну и мы помогаем зачисления в университет потому что есть определенные требования помимо того что по английскому набрать проходной балл надо написать еще и правильно заполнить заявление application так называемый сделать эвуляцию диплома почем соответствия образованию это надо отсылать документы в агентство у каждого ништя это тоже свои требования надо по стиль например для агентства не надо или в какое-то определенное агентство ну в общем не всякие нюансы которыми мы занимаемся я консультирую человека от начала процесса и до момента документов на визу по оформлению то есть просто по оформлению что ему надо сделать какой пример эссе могу отправить посмотреть что надо дополнить это не подходит ну как бы полностью консультация от начала процесса до успешного зачисления например бывали такие ситуации когда студент не мог поступить потому что у него средний балл по диплома был ниже чем требуемый тройки например были еще можно исправить средний балл можно исправить ну мы не то чтобы исправляли средний балл я написала поговорила с университетом они сказали хорошо пусть он напишет нам еще одно эссе и объяснит почему так случилось плохо учился вот мы с ним поговорили написал его приняли в итоге в общем ситуации бывают разные когда человек занимается профессионал и знает как и что надо сделать это гораздо проще то есть если университет хочет получить денег то они могут и по понятиям не обязательно там по правилам могут так как-то сделать пойти на встречу у меня же университет с университетом у меня же есть определенные отношения правильно они же уже тоже знают что мы отправляем студентов мы несем ответственность определенную перед ними они передо мной поэтому естественно у нас доверительные отношения я выступаю в роли даже не то что там рекрутера какого-то опять же человека который отбирает людей подходящих под параметры если я говорю что этот человек будет у вас хорошо учиться значит как бы мое мнение имеет значение то есть у вас не партнерская программа и как бы вы дорожите возможности быть в программе я понял то есть это они мобилизует ну хорошо план . рад вас видеть взаимно взаимно я давно мы не виделись давно не виделись да и лучше было бы конечно в студию у вас что-то записать все интереснее и приятнее лично да конечно мы еще запишем где вы сейчас обязательно я в волнах крики сейчас нахожусь и сейчас поеду еще в лафаэд не блин к луку и переехали туда заводить бы да да теперь здесь понял понял ты раньше вот тут по 3 года 3 года поэтому я хотелось бы поехать и потом как подумала что ну ладно будет и так и к лучшему что не будет хорошо тачка счастлива тогда спасибо большое и вам спасибо будет что-то да вы же у вас же рука на обязательно как что-то будет договорились всем зрителям пока все сдавайте до свидания достанет